Вы можете увидеть, что он поднимает камеру, делает быстрый снимок пальца и тут же опускает обратно, когда я не смотрела, конечно же, потому что именно так поступают хищники. Грёбаный за щуга. И я так рада, что не видела, как ты это делал, потому что если бы я увидела, то оказалась бы в тюрьме, а ты был бы больнее, тюсюка. К счастью, его друг, который служит с ним на флоте, узнал его и связался со мной. Он сообщил мне, что у этого человека даже нет Инстаграм, у него есть только Фейсбук. Поэтому мы отправили ему видео. Он был очень-очень расстроен этим и объяснил, что он не фотографировал её. На самом деле он делал скриншот, чтобы отправить его жене, которая тоже была очень расстроена. Что в общем-то логично, потому что если вы посмотрите видео, то увидите, как его средний и большой палец сжимает телефон. Также мы поговорили с этим спортзалом. Они были невероятны. Они немедленно удалили эту женщину из спортзала, что вполне справедливо, и подарили этому мужчине бесплатный абонемент в спортзал. Так что я снимаю перед ними шляпу. Какой счастливый конец, который мы все так любим видеть. И я думаю, что эта её погоня за известностью не оправдала себя, потому что она получила 14 лайков и 189 комментариев. Причём почти все комментарии критикуют её. Я рад, что спортзал поступил правильно, чтобы защитить своих посетителей. Я также надеюсь, что парень выдвинул обвинение и получил возмездие, став примером для остальных ищущих внимания, желающих разрушить репутацию невинного человека. Век социальных сетей, поиска внимания и погоня за известностью вышел из-под контроля. Мы живём в такое время, когда внимание является ценным товаром, и не только для нашего собственного удовольствия, но и с экономической точки зрения. Люди готовы на неэтичные действия ради подписчиков, надея сделать из этого карьеру влиятельного человека. Давайте посмотрим несколько роликов о том, насколько они абсурдны. Они делают всё, чтобы оказаться в центре внимания и пристыдить мужчин, чтобы получить дополнительные просмотры и лайки. В отличие от Донни Фанка, которая решила снять своё видео в тренажёрном зале, хорошая ночь заключается в том, что её выгнали и навсегда запретили посещать спортзал. Эта дама решила пристыдить мужчину, который занимался своими делами. При ближайшем рассмотрении оказалось, что он смотрит на что-то вроде часов или телевизора. Эта женщина из того же зала прокомментировала, это мой зал, и у меня никогда не было странного общения с этим человеком, как и со всеми остальными, кто там занимается. Он занимается своими делами, как и она должна. Эти две девушки решили пристать к молодому человеку, который занимался спортом. Давайте будем честными, если поменять полместами, кто-то бы уже сидел в тюрьме. Тренажёрный зал Вал всегда был местом, куда люди приходили улучшать себя, уважать друг друга, концентрироваться на своих целях и помогать друг другу в достижении этих целей. Но в последние 3-5 лет всё изменилось очень сильно. Появились тысячи блогеров, и среди них токсичные, ищущие внимание люди, которые охотятся на невинных мужчин. Эти люди считают, что совершенно нормально бросать обвинения в извращениях в адрес мужчин направо и налево, не имея на то никаких оснований. Эти обвинения им понравились ни спортивному сообществу, ни обществу в целом. Люди начали осуждать этих токсичных блогеров, и тренажёрный зал тоже не остались в стороне. Теперь тренажёрный зал запрещает записи и выгоняет тех, кто нарушает правила. Я не считаю, что нужно запрещать съёмку в зале, ведь порой это помогает твоему прогрессу, но ты не должен также мешать другим, и тем более кого-то пристышать. Спасибо за просмотр, арбузеры! Подписывайтесь на другие платформы. Ссылки в закрепе. Берегите себя! Субтитры сделал DimaTorzok